Середина августа обещает быть богатой на яркие мероприятия, и это, конечно, оправдано. Во-первых, в пасмурную погоду вдвойне нужно заряжаться яркими эмоциями, а во-вторых, на носу осень нужно ловить моменты лета, чтобы запомнить его надолго. А наша афиша в этом поможет. Начну с музейных мероприятий. В Березняковском историко-художественном музее имени Коновалова 13 августа состоится обзорная экскурсия по экспозиции музея. Хотите познакомиться с историей и полезно провести время? Отправляйтесь сначала в 12 часов. Оказаться в месте пропитанном историей всегда захватывающее. Если вы любите старинную архитектуру, непременно отправляйтесь в музей-заповедник Усолье Строгановское. Как провести время? Выбирать вам обзорные экскурсии по экспозиции территории заповедника, мастер-классы по изготовлению изделий из глины или же роспись по дереву. Приходите всей семьей. С полной программой можно ознакомиться по телефону, указанному на экране или в группе «Заповедник Усолье Строгановское». Изготовить что-то для себя можно и на мастер-классах в музее «Усадьба Голицына». Увлекательное и атмосферное знакомство с промыслами наших предков проходит по субботам с 12 до 3. Ну а в воскресенье в 12 часов можно заглянуть на экскурсию «Альбом Соливара Богомолова». Как производилась соль, каким был быт жителей Дедюхина конца 19-го, начала 20-го века, узнаете именно там. Приходите все семьей. В драматическом театре «Бенефис» ждут самых маленьких на сказку-раскраску. Если вы и ваши малыши соскучились по атмосфере театра, прекрасная возможность провести время вместе. Спектакль состоится 13 августа в 12 часов. Билеты можно приобрести в кассе театра. Продолжает работу и летний читальный зал в городском парке. Там в субботу и воскресенье с часу до 4-х проходят увлекательные программы, встречи с писателями и мастер-классы. Встречаемся в шатрах напротив ДК имени Ленина. Кстати, в парке работают и аттракционы. Можно провести время всей семьей. Запомнятся эти выходные и спортсменами 13 августа состоится масштабный день физкультурника. Праздник начнется уже в 10 часов. Работать будут сразу несколько площадок на территории городского стадиона. Турнир по футболу среди детей, легкоатлетическая эстафета предприятий, детских садов и даже забег невест. Именно здесь вы сможете получить и основную информацию о спортивных секциях города. Там будут работать интерактивные площадки. С 11 до 12 можно будет бесплатно покататься на крытом катке, а в 12.30 пройдет парад байкеров. Где, как не здесь, проводить свое время активно? Подробную программу можно посмотреть в группе ВКонтакте комитета по физической культуре и спорту. Ну а если душа просит путешествий, самое время поехать на фестиваль черничного пирога в Красновишерск. Промысловые площадки, мастер-классы, ярмарка и, конечно же, грандиозный черничный пирог. Организаторы максимально наполнили фестиваль различными активностями. Заскучать точно не получится. Проводите свое лето ярко. Афишу на выходные подготовила Ксения Колубина. Ксения Колубина